Привет, друзья! Вновь в эфире рубрика «Экспресс-разбор». И сегодня у нас крайне интересная раздача, на примере которой я разберу, почему так важно чеколить руки СБ против большого блайнда, как лучше защищать свой спектр и для чего вообще это нужно. Сегодня мы разберем один из самых сложнейших спотов в покере. Это когда вы играете на малом блайде, сделали open race, и вас заколировал большой блайнд. В этой ситуации вы всегда играете без позиции, у вас плохая реализация эквити, и такие споты часто ставят в тупик, потому что вы не знаете, как лучше сыграть свои руки через чек или через бет. Многие ставят конбет совсем подряд, потом не знают, как играть на терне, то есть другие не понимают, как нужно чеколить или конбетить по флопу. Сегодня мы разберем простейшую концепцию, которая вам поможет понимать, какие неготовые руки нужно чеколить по флопу, а какие нужно конбетить. И я помню, эту концепцию отчасти мне передал Егор Бегоги давным-давно, лет 8 или 9 назад. Сам он тоже ее взял у одного из англоязычных тренеров, и сегодня я вам про нее расскажу. Ну, перед этим давайте быстренько разберем раздачу с моего очень перерапанного стрима, и на ее примере, собственно, мы разберем эту концепцию. Я открыл туз-король, СБ против малого блайна, получил кол, и на доске дама 5-6 сыграл от чека. Некоторые из вас наверняка автоматически будут ставить с флэш-дро конбеты, да, например, с сильным флэш-дро. У нас тут туз-король, ФД плюс оверкарта, то есть у нас много аутов, не будут особо задумываться, просто будут лепить конбет, но это не очень хорошая идея. Почему? Потому что из-за того, что у нас плохая реализация эквити на малом блайде, а плохая реализация, это значит, что нам тяжело добираться до шоу-дауна, нам тяжело играть со вторыми парами, с третьими парами, с топ-парами без кикера, нам нужно часть рук уже с флопа уводить в чек. То есть здесь вы должны осознать, что если вы поставите конбет с второй, третьей парой, с топ-парой без кикера, да, просто автоматически, вы себе игру-то не сильно упростите, да, то есть по флопу вам вроде понятно, что делать, но потом на более дорогих улицах, на терне и на ривере, вам совершенно не ясно, что делать, да, вот вы сыграли там конбет со второй парой или с топ-парой, что дальше делать на терне, да, у многих у вас это вызывает вопросы, и, собственно, вы вот эту сложную ситуацию с флопа переносите на более дорогую улицу, и именно поэтому часть слабых рук нужно уводить в чек-кол уже с флопа, да, вторые пары, третьи пары, там слабые топ-пары, андер-пары, а не конбетить их. А для того, чтобы защитить свой спектр, для того, чтобы в различные плохие для вас ранауты, у вас не было все ужасно, вам также, естественно, нужно чек-колить и неготовые руки. И если мы сейчас заглянем в солвер, на похожую структуру доски, я здесь не считал точно такую же структуру, просто нашел похожую, дама 9.6, да, тут у нас ФД, тоже несколько ОСДшек лежит. Если мы посмотрим, как здесь играет Simple Postflop, то мы увидим, что он достаточное количество флэш-дро играет через чек, что у нас здесь вообще низкий процент конбета, да, всего 33% конбет, не 50, не 60, как многие ставят. И, соответственно, если мы посмотрим, какие ФД здесь чек-колятся, что здесь мы увидим? Какие солверы прилагают чек-коле здесь ФД? Это желтеньким отмечен этот чек, да, ну и, соответственно, потом дальнейший чек-кол, зелененьким, это бет. То есть он здесь бетит хорошие ФД нацовые с меньшим шоу-даун-вэлю, и также Король Хай тоже часто бетит. Сильный туз Король, шоу-даун-вэлю, например, туз Король, туз Валет, туз 10, он играет через чек-кол. 9х комбинация, пара плюс ФД, очевидно, играет через чек-кол. И при этом раньше я еще не понимал, почему он чек-колится всем слабо и ФД. Потом я это со временем понял, просто потому что если мы их играем через конбет, то как раз мы эту сложную ситуацию для себя создаем на терниной ривере, потому что если вы поставите конбет совсем с мелким ФД, в спектре оппонента на большом бланде будут все флэш-дроп более сильные. И, соответственно, вы просто попадаете под доминацию чаще на терниной ривере, на более дорогой улице и сталкиваетесь со сложными ситуациями, когда на терни закрывается флэшек или на ривере, а у вас, например, 5-4 или 7-4 флэш, у вашего оппонента куча оверфлэшей. Поэтому солвер предпочитает такие ФД уводить в чек-кол и тем самым защищать свой спектр. Зачем это нужно и зачем вам, как вам играть очень просто, да, не знаю, никаких там выкладок солвера, сейчас мы в этом видео разберем, но пока давайте посмотрим раздачу, к чему вот привела в данной конкретной ситуации такая игра через чек. Мы сыграли чек, наш оппонент поставил полпота, мы сыграли чек-кол, на терни в нас летит овербет, и опять же, если бы у нас таких рук в спектре чек-кола не было бы, если бы мы все дамо-икс играли от конбета, то нам против этого овербета вообще не было бы, что там противопоставить, да нам даже после обычного бета было бы очень тяжело здесь защищаться. Ну а здесь, собственно, все хорошо, да, у нас нацевое флэш-дро, 2 оверкарты, гад-шот, то есть даже против овербета, с учетом того, что у него здесь еще достаточное количество полублефов, мы здесь спокойно отбиваем, играем чек-кол. И вот на ривере, да, опять же, если, например, вы все флэш-дро до этого уводите в конбет, то это означает, что в спектре чек-кола-чек-кола у вас флэшей вообще нет, и с вами, ну, оппонент более-менее компетентный сможет делать все, что он захочет, да, и он сможет там ставить овербеты, и обычные беты, и вам просто придется фолдить там 100% рук, потому что у вас флэшей в рейнже нет, у него есть. Но в данном случае у нас флэш-дро оказался, да, мы получили бет, сыграли чек-пуш, и я получил достаточно быстрый чек-пасс, то есть я думаю, что это был какой-то блеф скорее, и если бы у меня такой руки не было бы, то мне было бы значительно тяжелее защищаться. Но, на самом деле, основная мысль здесь в чем? То есть для чего вам нужен рейнж чек-кола? Не только для того, чтобы у вас вот была защита под таким ронаутом, это, конечно, важно, но на самом деле, особенно на микро-лимитрах, да, там всякие НЛ-10, НЛ-25, НЛ-50, НЛ-5, значительно важнее иметь руки в спектре чека, чтобы вы не передумывали себя. То есть некоторые здесь ребята уже, которые играют в покер, там, да, они уже что-то соображают, даже в эквиляторе что-нибудь разбирают, а может быть даже и в солвер заглядывают, они здесь мыслят как? Ну, типа, вот, например, у меня здесь рука дама 7, например, да, вот я ее чекоил флоп, терн и ривер. И они такие, ну, я понимаю, что это самая сильная рука из моего спектра. Вот я ее чеколил флоп, терн и ривер, флэш-дро у меня здесь нет, сетов двух пар у меня здесь нет, то есть, типа, у меня очень такой уязвимый рейнж чека на флопе, то есть я чеколю со всеми слабыми руками, с которыми, типа, я не могу поставить конбет, и не добавляю туда ни какие-то фдшки, ни какие-то, например, там, топ-сеты или тузы карманные, да, я их туда не добавляю, а раз так, то, типа, ну, блин, как же так, это же топ моего спектра, например, топ-пар здесь это самая лучшая рука. Если я выкидываю свою руку, то я выкидываю 100% спектра. И вот этим, да, вот этой мыслью, что, типа, ну, да, у меня спектр слабый, да, но это самая сильная рука из этого слабого спектра, значит, я не должен ее выкидывать, вы, на самом деле, здесь допускаете очень грубые ошибки. То есть вы, имея такой незащищенный спектр, начинаете себя убеждать в том, что вам нужно коллировать руку, которая, на самом деле, там не коллируется, и это просто минусовый колл. То есть, условно, если бы у нас здесь была бы какая-нибудь дама 7, ну, это был бы такой себе колл здесь, такой себе, потому что здесь значительно больше 100 в двух пар флэшей у нашего оппонента, стрейтов, да, всяких 7-9, валит 9 доехавших, которых он также может играть, он также здесь может валиюбетить две пары сыты, потому что у нас, опять же, достаточно капнутый рейдж. И делая вот этот колл, вы бы грубо ошибались. То есть, на самом деле, вам нужно немножечко балансировать свой спектр чекколла, не только для того, чтобы защищать его, но и для того, чтобы самим себя не уговаривать делать плохие коллы. И на низких лимитах это значительно более важно. То есть, не уговаривать себя на плохие коллы, из-за того, что, типа, это самая сильная рука из вашего спектра. Поэтому, имейте это в виду, запомните это. А сейчас я быстро в паре слов, без всяких солверов, вот как мне в свое время Бигоги тоже там на пальцах это объяснял, объясню вам логику дробления рейджа на чекколл и на конбет СБ против ББ, да, пока вы еще не пользуетесь паками, там, какого-нибудь Симпл-Посфлопа или ГТО+, плюс в солвер вы еще не залезали, да, но вам нужно понять вообще логику, как вам дробить свой рейдж на конбеты и на чекколлы. Логика очень простая. Если говорить про value спектр, то задумайтесь, с какой рукой вы здесь готовы поставить 3 улицы, а с какой не готовы. То есть, вот, ну, с король-дамой, ну, плюс-минус, вы еще здесь готовы поставить флоп, терный ривер, если они будут выходить бланковые. Я имею в виду бланковые, естественно, карты. Но, если, например, у вас выходит дама валет, или дама 10, или дама 9, и мы предполагаем, что выходит бланковый терный ривер, то вы уже на ривере не сможете поставить value bet с дамой валет, или с дамой 9, или с дамой 10. И, зная это на флопе, вы говорите, окей, я не могу поставить с этой рукой 3 барреля, значит, я ее добавляю в рейндж чека. То же самое касается вторых пар, третьих пар. Вы с ними вряд ли сможете ставить 3 улицы. То есть, благодаря вот этой простой идее, вы уже понимаете, с какими руками вы можете ставить на value. То есть, какой у вас будет низ спектра value bet. Это, как правило, топ-пар с хорошим кикером, да? Это король дама, ну, иногда дама валет на некоторых структурах досок. То есть, это топ-пар с вторым, с третьим кикером, но точно ни с четвертым, ни с пятым, ни вторая пара, ни третья пара. Соответственно, все то, что вы не можете поставить 3 улицы, вы отправляете в рейндж чего? Чек-кола. В то же время, с чем вы будете чек-колить из неготовых рук? Ну, опять же, здесь логика очень простая. Солвер, она отчасти, как вы видели, уже отслеживалась. То есть, ну, типа, здесь не слишком интуитивный будет чек, например, с мелким FD. Но даже если вы это интуитивно не понимаете, можете просто запомнить, что обычно вы чек-колите самые лучшие FD-шки, да? Которые имеют showdown value. Это обычно FD плюс пара какая-то мелкая. Да, это может быть там вторая пара, третья пара. Это может быть топ-пары без кикера. И это обычно какие-то сильные туз-хай. Туз-король, туз-валет, туз-10, да? Которые имеют showdown value, которые доминируют большое количество флэш-дро слабее оппонента. Вы их добавляете в чек-кол. И то же самое касается, например, ОСД различных рук. То есть, вы берете лучшие ОСД. Вы можете их там 50 на 50. Можете взять лучшие ОСД, например, да? По какой-то структуре доски, например, там, дама 9-4, да? Поставить, сыграть там король-валет от чек-кола частично, чтобы защитить свой спектр. То есть, вот понимая это, вы уже сможете более-менее вменяемый рейндж чек-кола составить. То есть, запомните, что мы влюбетим сильные топ-пары, да? С хорошим кикером. И также добавляем лучшие дрова, которые имеют showdown value, с совпадением или без совпадения по туз-хай. И можем добавлять небольшой процент каких-то ОСД-шных рук, опять же, которые имеют высокие, например, карты. Все остальное, то есть, вот это мы играем через чек, все остальное мы играем либо через конбет, либо через чек-фолд. То есть, мы чек-колим слабые топ-пары, мы чек-колим вторые и третьи пары, мы чек-колим флэш-дро с совпадением мелкие, флэш-дро с туз-хай, каким-то showdown value, часть каких-то ОСД. Остальное, сильные топ-пары, ОСД, флэш-дро, который не попадает в спектр нашего чек-кола, какие-то гатшоты, да, какие-то бэкдор флэш-дро плюс бэкдор ОСД, например, мы играем через конбет. Да, а совсем какие-то мусорные руки, туз-хай, еще что-то, мы играем через чек-фолд. И вот понимание этого без погружения в солвер позволит вам создать более-менее адекватный рейнж чек-кола, который не только будет защищать вас вот по таким ранаутам, да, и вы будете приятные денежки выигрывать, но также, что самое главное, он вас убережет от главной ошибки, которая заключается в том, что вы можете сами себя передумать, когда вы говорите, блин, ну у меня здесь в рейнже чека ничего нет, с чем же я здесь буду отбивать своего оппонента. Да, и последний момент, чтобы я вам еще рекомендовал добавить в рейнж именно чек-кола, СБ против ББ, кроме тех рук, которые я озвучил, также небольшую часть слоу-плеев, обычно эти слоу-плеи, это топ-сеты, да, которые блокируют ту пару, например, сет на дамах, здесь тоже можно играть от чек-кола по флопу, и также можно играть частично карманные тузы, тоже от чек-кола, вы здесь не сильно ошибетесь. То есть, подводя итог, с чем вы можете играть чек-кол СБ против ББ, чтобы ваш рейнж был более защищенный, чтобы вы сами себя не передумывали, не допускали грубые ошибки на терне на рире, это, как правило, те руки, с которыми вы не можете поставить 3 барреля, это топ-пары со слабым кикером, это вторые пары, это третьи пары, и для защиты этого рейнжа вы добавляете различные дровяные руки, это флэш-дро с шоу-даун-вэлью, это либо с совпадением с парой, либо какие-то сильные туз-хай, это небольшая часть ОСД, например, король валет по какой-то структуре, где у вас будет хорошее ОСД, и также, для того, чтобы еще разбавить свой рейнж сильными руками, вы добавляете топ-сет, который блокирует топ-пары оппонента, и иногда можете добавлять карманные тузы. И вот так, в принципе, выглядит ваш рейнж чеккола. Если вы заглянете в солдер, ну, плюс-минус будет что-то очень похожее, да, вот, например, здесь, действительно, что он сет часто ставит, да, но если мы посмотрим, с чем он играет чеккол, вот, тузы частично он играет от чеккола, то пары слабые он играет от чека, да, сильные от бета, андер-пары чеккол, вторые пары, тоже большую часть от чеккола, третьи пары тоже от чеккола, виг-пары большинство от чека, часть превращает в блеф через бет. То есть, вот такой у него будет рейнж, очень похожий на тот, который я вам писал, который вы, в принципе, логически сами можете выстроить. Но на этом наше видео подошло к концу, если у вас будут вопросы или комментарии, пишите их под этим видео. А на этом все, всем хорошей игры, удачи с вами, пока!